Дом приказчика Дом приказчика Которая, кстати, по предварительным данным И стала причиной пожара Она, кстати, сохранилась Скорее всего, может быть, перетопили Может быть, что-то конструктивно недоработали Понимаете? На самом деле, сейчас очень сложно Вот такие вещи компоновать То есть, если мы сейчас живем в бетоне То здесь деревянная конструкция Очень-очень уязвимая Напомним, крепость уже горела В ноябре 21-го года Тогда пострадала одна из возведенных башен Причина возгорания по факту аналогичная Треснувший дымоход Башню до сих пор не восстановили Проект очень интересный Проект на самом деле очень важный Именно с Новоалтайска, с этой крепости Пусть это просто пока макет Пострадавший Начиналась история Алтайского края Именно здесь могла образоваться Будущая столица края Но ей стал Барнаул Белоярскую крепость основали в 1717 году Как одно из первых русских Оборонительных сооружений Сегодня фонд ищет предпринимателей Готовых оказать помощь В восстановлении его копии Если у кого-то из крупных предпринимателей Есть возможность помочь Ложиться в это То есть не такие это большие деньги То мы конечно бы приняли эту помощь Хотелось бы еще обратиться к людям Которые занимаются лесом Если есть возможность оказать помощь Именно лесом Даже на дом приказчика Это порядка 40-50 кубов требуется леса Вместе с крышей, со всеми делами То мы бы хотели, что если такая возможность есть Если кто может такую помощь оказать Мы были бы очень-очень рады А пока музей временно приостановил Экскурсионную деятельность Ущерб от пожара оценивают в среднем В 2 миллиона рублей Трагедию, в которой сейчас находятся Сотрудники музея Оценить невозможно Юлия Щепина, Алексей Фризин День с толком Редактор субтитров А.Семкин Продолжение следует...